Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала Садоводы и Огородники. В этом видео я вам расскажу про весенний уход за смородиной. Это черная смородина. Этому кусту примерно уже около 7 лет. Я его ежегодно обрезаю. Про обрезку я вам уже рассказывал в своих прошлых видео. А сегодня я буду устанавливать к этому кустику подпорки или ограждение для того, что он просто не разваливался. Те, кто давно выращивает смородину, у кого уже есть богатый опыт выращивания этого растения, знают, что его достаточно сложно выращивать без подпорок, поддержек для ветвей, так как они под весом урожая в летний период и под весом листвы, особенно когда пройдет дождь, либо сильный ветер. Это растение склонно к тому, что побеги полегают на землю и в некоторых случаях даже обламываются. Поэтому, несмотря на то, что смородина это самый неприхотливый кустарник для выращивания, особенно в средней полосе, если у вас больше ничего не получается, выращивайте смородину, крыжовник и малину. Вот эти культуры вас точно отблагодарят большим количеством вкусной и полезной ягод, выращенной своими руками. Но конкретно о смородине, вот ее надо, конечно, ежегодно обрезать, делать формирующую обрезку, об этом у меня есть отдельное видео. К опорам для кустов смородины, конечно, предъявляются особые требования. Ну, во-первых, они должны быть достаточно надежными, можно их, конечно, делать из дерева, но в этом случае они служат примерно 3-4 года, потом сгнивают такие подпорки. Можно их делать, допустим, металлическими, это тоже вариант такой более надежный, конечно, но более сложный и тяжелый в изготовлении, ну а железо, конечно, ржавеет. Я же предпочитаю использовать для изготовления опор для смородины пластик. Я сейчас вам чуть попозже покажу более подробную конструкцию, которую я применяю уже давно, и о ней я уже также рассказывал на своих видео, как я изготавливаю такие подпорки из сантехнической пластиковой трубы. Вот сейчас у меня здесь за спиной, я им чуть попозже покажу, конечно, поближе и расскажу про размеры. И сегодня эту подпорку, эту опору мы установим на старый куст смородины. Это сделать также непросто, потому что он широкий, а подпорка у меня... Опора у меня сделана таким образом, чтобы кустик был более компактный и чтобы побеги не сильно разваливались. Вот как это сделать, сейчас я вам покажу. Начну с самой конструкции. Это сантехнические трубы, 2 см в диаметре. Используем самый дешевый вариант, который я смог найти. Себестоимость такой подпорки примерно около 400 рублей, ну вот у нас в Московской области, если покупать вот в самом дешевом варианте. Для этого потребуется 4 вот таких вот стройничка угловых. Вот эта сторона 60 см равна. Также вот смотрите, у меня был еще кусочек, сейчас я вам покажу. Вот иногда может потребоваться вам еще вот такие муфты. Склеивается это все, вся эта конструкция склеивается, естественно, при помощи специального инструмента, с помощью паяльника для сантехнических труб. Видео о том, как я склеил такие подпорки у меня есть. А вот смотрите, высота ножки, я сделал достаточно большую высоту. Здесь у меня метровая ножка, но часть высоты уйдет в землю. То есть такая подпорка, такая опора погружается частично в землю. Благодаря этому она обладает достаточно хорошей устойчивостью, не падает и не прогибается. Еще также мне писали в комментариях, что у некоторых прогибаются такие опоры, подпорки. Это лишь в том случае происходит, если делать очень большие размеры. Вот если делать более 60 см вот эти вот части, стороны, то тогда да, может просесть, продавиться и прогнуться пластиковая труба такого диаметра. В этом случае, если вам нужны более крупные опоры, более широкие, то тогда, конечно, лучше использовать более толстые в диаметре, более широкие трубы. Но это будет, конечно, более дорогой вариант. Ну а теперь переходим непосредственно к самой установке этой опоры на куст смородины. Получается, чтобы установить вот эту опору на этот куст, надо, чтобы побеги смородины немножко пригнулись к центру. Их нужно обвязать по кругу какой-нибудь веревочкой. Но, конечно, веревкой здесь можно уже попортить почки, потому что видите, что смородина уже распустила почки, скоро будет цветение. Поэтому в качестве веревочки я буду использовать, вот смотрите, это отрезки старого, от старого куска черного агроспана, 60-й плотности. Вот я вот с помощью узелка нарастил. Примерно около двух метров я взял вот такую полосу, ленту, отрезанную от агроспана. Она мягкая, она немножко тянется, и она не так сильно повредит растение, когда я буду стягивать по кругу побеги, стебли, чтобы они приобрели, ну, такое вертикальное положение, чтобы я сверху мог уже спокойно одеть вот эту самую опору. Я сначала привязал один конец к нижней ветке. Я вам потом обязательно покажу, как я все это буду дело охватывать вот этой лентой, чтобы как можно лучше стянуть побеги и их не поломать. Ну вот смотрите, уже частично я их пригну, вот таким образом. Но вот сверху куст высокий. Я думаю, что мне потребуется еще один такой кусочек, точнее полоска из агроспана, чтобы верхнюю часть кроны, верхнюю часть куста также поджать и потом уже одеть сверху опору. Сейчас возьму еще такие кусочки агроспана и верхнюю часть также я обвяжу. Итак, смотрите, вторым ярусом я также подвязал. Вот теперь я надеюсь, что у меня эта опора хорошо сверху оденется. Вообще, конечно, нужно выполнять эти процедуры по установке опор, эти мероприятия, либо поздней осенью после листопада, либо более ранней весной. Но тогда, конечно, еще земля не оттаившаяся и невозможно ее полностью воткнуть в снег ножки, точнее, воткнуть в землю ножки опоры. Просто не получится. Земля промерзшая, а тут надо, чтобы земля была оттаившая. Поэтому вот, может быть, поздней осенью лучше это делать, установку опор. Но, смотрите, вот сейчас попробую сверху одеть. Посмотрим, что получится. Вот, как видите, я достаточно легко, быстро и просто установил опору. Ничего у меня не поломалось, никакие веточки не отвалились. Теперь самое главное, чтобы куст был по центру этой опоры. То есть надо подцентровать, посмотреть, чтобы со всех сторон от куста ножки примерно стояли на одном и том же расстоянии. Далее потребуется вот такой инструмент. Это лом. Лом должен быть достаточно тяжелым для того, чтобы сделать отверстие в земле, в которое в дальнейшем войдут ножки опоры. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Далее, примерно наметив место, где должна войти ножка, я беру лом и делаю углубление в земле. Глубина вот этой ямки должна быть примерно около 20-ти, может быть, 30-ти сантиметров. Все зависит от того, на какую высоту вы хотите установить эту опору и какого размера куст вашей смородины. Потому что старые кусты вырастают, бывает, и до метра 50, даже более высокие бывают кусты. Я видел особенно красный смородин, поэтому устанавливается под растение, под каждое растение на определенную высоту. Так, смотрим, что получается. Здесь нужно, конечно, можно взять уровень и выставить по уровню в ноль, чтобы все было ровно и аккуратно. Ну, кстати, если земля рыхлая, то хорошо заходят и без лома ножки пластиковые, поэтому, ну, у меня без лома здесь, конечно, не обойдешься, поэтому я его использую, так как уже не первый раз ставлю такие опоры, я использую лом. Ну, посмотрели, чтобы все было везде ровно, и дальше нужно уже снять вот эти обвязки. Ну, а вот и конечный вариант, что получилось. Смотрите, если вдруг у вас что-то будет кривовато, можно все это дело подправить, сделать еще одну лунку ломиком, переставить ножку, чтобы все было ровно и красиво. Ну, и, конечно, такие подпорки служат очень долго, их не нужно красить, они не ржавеют, не гниют. Надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Всем большое спасибо за просмотр и хороших вам урожаев!